Богдан Долинцы с нами на связи. Богдан, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, давайте разбираться. Что это за вертолет такой Суперпума, который уже, кстати, далеко не первый раз стыкается вот с такими подозрениями, будем говорить подозрениями, пока нет официальной экспертизы, подозрениями касательно неработающего двигателя, касательно потери высоты, потому что это далеко не первая ситуация, когда данная модель вертолета терпела крушение. Это совпадение, либо правда? Вам что-то лично известно о неудачной комплектации данного вертолета Суперпума? Да, ну, смотрите, на сегодняшний день очень рано делать какие-то так называемые основания, что могло быть причиной соответствующей авиационной трагедии. Вот, если посмотреть на ретроспективу, то мы видим, что этот вертолет уже практически 20 лет выпускается концерном Airbus. Было выпущено более 170 единиц именно данной модификации вертолета. Вот, в целом, на начале своих пути по эксплуатации было выявлено технические определенные проблемы вертолета. Они были все устранены. Вот, на сегодняшний день вертолет эксплуатируется в около 30 странах по всему миру. Вот, имея сертификаты, подтверждающие летную годность и безопасность выполнения полетов от европейского органа управления воздушным движением, в том числе он эксплуатируется в таких странах, как Япония, Канада, которые тоже провели соответствующие сертификации, допустили данные модель вертолета для эксплуатации. Это означает, что все страны, где проверили в соответствии с этими процедурами, в соответствии и техническое, и эксплуатационное, и в том числе возможности безопасной эксплуатации, на сегодняшний день по стандартам и протоколам, разработанным заводом-производителем. Вот, исходя из этого, на самом деле пока нет никаких оснований говорить о том, что этот вертолет какой-то плохой, или он по безопасности хуже, чем любые другие вертолеты, пока не будут выявлены какие-то другие факты. Мы все помним, несколько лет назад, после череды авиакатастроф нового самолета Boeing, вот, были выявлены там технически определенные неполадки, и фактически все машины данной компании были полностью сняты с эксплуатации, они несколько лет стояли на земле, пока концерн не провел необходимой работы для выявления и минимизации, а также устранения соответствующей технической проблемы в том самолете, и только после того, как на всех самолетах были проведены работы по устранению соответствующей проблемы технической, после этого прошли необходимость администрационных испытаний, и фактически уже в разгар пандемии COVID-19 самолет снова смог вернуться до выполнения полетов. Вот, что касаемо авиаторополета Airbus 225, мы видим, что все страны, где он на сегодняшний день эксплуатироваться, они продолжают его эксплуатировать, и никаких информаций или последствий, которые бы требовали при эксплуатации данного вертолета, он на сегодняшний день не выявлено. Я просто дополню из того, что вы сказали, немножко технических характеристик. Вертолеты Суперпума используются во многих европейских странах, как вы уже отметили, они считаются флагманом подобного вида авиации. В вертолете есть датчики ночного видения, чтобы проводить спасательные операции ночью. Дальность полета — это более тысячи километров, запас топлива до 600 литров, а вмещает более 20 человек. И это без учета двух пилотов и одного бортпроводника. До этого в Украине так много пассажиров размещалось, разве что только в советских Ми-8. Ну и вот характеристики вы сейчас можете видеть на ваших экранах, для тех, кто интересуется именно цифрами конкретными. Ну а вам же я задам вопрос, мы сегодня уже обсуждали тему погодных условий, которые были с утра, обсуждали тему тумана и возможностей. Вот, Олег, пожалуйста. Да, в целом вы, вот зная данную модификацию, данную модель, существуют ли там все нужные компьютерные разработки, датчики для того, чтобы безопасно лететь на низкой высоте в туман? Потому что сегодня именно вот в Киеве, Киевской области был очень густой туман, и некоторые пользователи даже публиковали в соцсетях пролет данного вертолета на очень низкой высоте в туман. Безопасно ли летать в такую погоду на такой модели? Да, смотрите. В целом, независимо от модели вертолета, есть специальные, так называемые, процедуры выполнения полета. В том числе они предусматривают полеты в сложных метеоусловиях, к которым относится, например, достаточно высокий уровень туманности или малая видимость, так называемая. Вот. Как правило, для выполнения полета в сложных метеоусловиях или в условиях тумана, это должно быть, с одной стороны, необходимое техническое оборудование самого вертолета. Вот, как правило, большинство вертолетов, они оборудованы необходимым оборудованием. Если мы говорим о вертолетах, которые имеют даже средства для ночного видения, как правило, они обязательно имеют такое оборудование. Кроме того, вертолеты оборудованы так называемой системой снижения риска столкновения с землей, которая определяет наличие преград как расстояния до земли, так и наличие преград по курсу следований вертолета. Это, в первую очередь, для того, чтобы исключить возможность столкновения с зданием или, например, с рельефом местности, с горой или с другими объектами. Если говорить о технической составляющей такого полета в сложных метеоусловиях, то это, как правило, есть специальные процедуры, разработанные для таких полетов. А вторая составляющая – выполнять такие полеты имеют право только специально подготовленные экипажи, которые допущены до полета в сложных метеоусловиях. Если экипажи не имеют таких допусков, то, как правило, они или возвращаются на электрон вылета, или прекращают полет, или должны облетать соответствующие зоны. С того, что мы видели, информация была, что на борту, насколько я понимаю, один из пилотов был не просто пилот, это был пилот-инструктор, то, скорее всего, экипаж имел все необходимые допуски и, наверное, имел очень большой стаж даже по сравнению с обычными пилотами вертолетов. Хорошо. Рассматриваем тогда третью версию. Насколько вероятно то, что вертолет могли сбить? Да. Ну, смотрите, в том числе и внешние вмешательства, так называемые акты незаконного вмешательства АНЗ-авиации, так же, как и внешние факторы в виде погодных условий или человеческого фактора, на следующий день каждый из этих вариантов, он может иметь место. И есть они или нет, скажет нам только информация после проведения предварительного авиационного расследования. Как правило, для гражданской авиации этот период такого предварительного расследования, он составляет около нескольких недель. После этого начинают прорабатываться уже основные версии, но детальные, финальные результаты авиационного расследования, они, к сожалению, проходят очень долго и могут стать доступны не ранее, через год-полтора. Это исходить из средней практики периода расследования авиационных происшествий в Украине. Вы знаете, ну просто после всего сказанного, мы так много времени посвятили сейчас техническим характеристикам этого совершенно, как оказывается, с ваших слов, не только ваших, уже неоднократно прозвучало в эфире надежности этого вертолета. Даже при любых сложных условиях там есть предохранители определенные, которые позволяют его посадить без ушкоджений. Без повреждений. Плюс ко всему, мы обсудили сейчас качество подготовки пилотов, инструкторов. Опять же, мы понимаем, если на борту находилось высшее руководство одного из ключевых министерств в военное время в стране, то понятное дело, что туда могли допустить исключительно пилотов высшего пилотажа. И поэтому три версии. Первое, нарушение правил полета. Второе, техническая неисправность вертолета. От службы безопасности Украины на начало производства, которое в открытых источниках сейчас озвучивается, ну, их сложно, ну, как бы, рассматривать в данной ситуации после всего сказанного. Остается третье, которое тоже только что, вы сказали, ждем подтверждения. Но это первое, что прозвучало в начале этого расследования, несколько часов назад, да, что, ну, она самая маловероятная. То есть, после сказанного, получается, что она опять возвращается в ранг самой вероятной. И позвольте, Богдан, еще уточнение тогда. Вот Ксения сказала, да, что все это маловероятно, но очевидцы, которые давали интервью, в том числе и нашему корреспонденту канала Freedom, они сказали, что вертолет уже горящим падал. Это возможно из-за неисправности? Либо есть ли там такие элементы, которые могут загореться прямо в воздухе? Смотрите, если мы говорим о вертолете, то это транспортное средство повышенной опасности в связи с тем, что он требует специального и допуска до его управления. Как правило, он имеет большое количество на борту разных технических жидкостей, авиационного карасина, которые, конечно, могут иметь разный режим, в том числе могут и гореть. Но надо понимать, что если на сегодняшний день любая из версий, она на самом деле является равновероятной, пока не будет доказано обратное. Если исходить из базовой статистики в мире, которая говорит о авиапрошествиях, то, к сожалению, две трети всех авиационных катастроф в мире проходят именно в первую очередь из-за человеческого фактора. Это или ошибка человека, или какие-то другие факторы, связанные с человеком, которые привели к трагедии. Если говорить о технической составляющей, то, как правило, речь идет о 5-10 или иногда 12%. Остальное, как раз в случае авиационных катастроф, это или внешние факторы, такие как погодные условия, или, соответственно, так называемые акты незаконного вмешательства. Но это общая статистика мировая за период эксплуатации авиации. В конкретной ситуации, даже если мы рассмотрим ранее озвученные версии службы безопасности Украины, то каждая из этих версий могла привести к условному возгоранию, если это будет подтверждено. Я хочу еще добавить информацию о наявности таких вертолетов на использовании именно в Украине. Мы получили не новые вертолеты. Именно модели этого формата получили 10 штук. Все они были предоставлены нам после апгрейда. В ходе предварительных эксплуатаций у них были обнаружены проблемы с главным ротором. Еще в 2016 году в Норвегии произошла авиакатастрофа. Оторвались лопасти винта у одного из этих вертолетов, так сказал эксперт по авиации Валерий Романенко. Во-первых, расскажите, что такое главный ротор, насколько серьезная эта проблема. И второй вопрос. А у этих вертолетов есть срок эксплуатации, после которых вообще не стоит их покупать, даже если они дешевле и, в общем-то, необходимы крайне? Да, начиная с первого вопроса. Если говорить о роторах, то это специальное оборудование, которое позволяет передать силу авиационного двигателя, который находится в вертолете, до непосредственных лопатей и роторов, которые вращают. Вот те лопати, которые мы видим в вертолете, они фактически выполняют свое вращение через этот передаточный механизм ротора. Это первая составляющая. Вторая составляющая, если говорить о конкретных этих воздушных суднах, то мы должны все-таки понимать, что эти воздушные судна, они проходили необходимое техническое обслуживание до передачи. И, как правило, если говорить вообще о сроке службы вертолета или самолета, независимо от этого, они привязаны не столько к его физическому возрасту, сколько к его, так называемому, эксплуатационному возрасту. В первую очередь вещь идет о количестве налета часов, о количестве взлетов посадок. Это те, как раз, более серьезные режимы работы техники, которые в первую очередь оцениваются, и уже в зависимости от количества налета часов и от количества взлетов посадок принимается решение о техническом ремонте, об обслуживании того или иного воздушного судна. Но если мы говорим в целом об авиационной технике, то никто не ждет, пока какая-то деталь, как большинство пользователей привыкли, в автомобиле поломается. Все детали, они планово заменяются в зависимости от назначенного ресурса. Условно, там двигатель может иметь ресурс 2500 часов. Через это время в полете необходимо обязательно этот двигатель снять с воздушного судна, провести необходимые процедуры технического обслуживания, все проверки. И на основании проведенного обслуживания он может там условно эксплуатироваться еще 2500 часов. Но есть также, понимая, граничные временные работы. Это условно, куда этот двигатель или другое оборудование, сам вертолет достигает условно 10 тысяч часов полета, он должен пройти уже процедуры продления эксплуатации. Это означает, что заводы с галлюзии полностью разбирают фактически этот вертолет до винтиков, проводят необходимые экспертизы и может принять решение разрешить его эксплуатировать еще какое-то количество часов, там 2000-4000, в зависимости от типа техники. И на самом деле самолет, которому 10 лет, может иметь намного лучшее техническое состояние, чем самолет, которому 2 года, на которое очень интенсивно использовался. В целом, если говорить о строке жизни самолета, вертолета, то, как правило, он составляет до 25 и более лет. Есть на сегодняшний день воздушные судны, которым по 50-60 лет они абсолютно безопасно продолжают выполнять полеты. Главный минус, конечно, эксплуатации воздушных суден, которым более 25 лет, это то, что в связи с их налетом достаточно серьезным и уже периодом усталости, который может отображаться на тех или иных деталях, потому что их необходимо очень часто проводить техническое расслуживание, достаточно дорогое. И чем более взрослый воздушное судно, самолет, вертолет, то, как правило, это более дорогая эксплуатация у собственника. Поэтому мы видим, что самолеты, которым 2-25 лет, они списываются или консервируются не потому, что они небезопасны, а потому что просто очень дорого поддерживать их летное состояние. Ну и касательно данного расследования, касательно данной авиакатастрофы, сколько оно может длиться? Потому что говорили, что через 2 дня уже первые результаты можем увидеть. Ну и также бытует информация, что до года может подробное расследование длиться. Расскажите о ваших прогнозах и о процедуре, как это все делается. Да, смотрите, если говорить о процедуре авиационного расследования, на самом деле происходит, как правило, несколько расследований. Если это касается катастрофы или авиационного инцидента, который привел к жертвам или к повреждению воздушного судна. Первое и основное, которое даст много ответов, это как раз авиационное расследование, которое проводится в специальной комиссии созданной, в которую входят в том числе и представители завода-производителя, компании-эксплуатанта и других участников процесса, например, соответствующих государственных органов или министерств. Ключевая задача этого комиссии – это как раз выявить всю цепочку событий, которые привели к авиационной катастрофе, и принять необходимые меры для того, чтобы в будущем такие катастрофы не повторились. И они как раз и скажут всю цепочку событий, которая привела к этой катастрофе. Второе расследование, которое параллельно может происходить абсолютно, и, как правило, даже все экспертизы и анализы, они делаются для каждого расследования свои. Это фактически означает, что, может быть, несколько раз даже проводится экспертиза или анализа одних и тех же элементов. Это как раз криминалистическая экспертиза, задача которой выявить конкретно наличие или отсутствие вины тех или иных лиц. Если она будет установлена, то дальнейшее исполнение законодательства по отношению к таким нарушениям, если они имели место. Но что касается первого основного ключевого авиационного расследования, то, как правило, в течение нескольких дней до нескольких недель выдвигаются первые основные версии, которые привели к катастрофе. И уже только через несколько месяцев, а, как правило, это годы, иногда даже полтора и больше, публикуется так называемый отчет об авиационном происшествии, который реконструирует фактически всю цепочку, которая привела к авиационным событиям. Для этого проводится экспертиза, анализ черных ящиков, снимается экспертиза с поверхности воздушного судна. Все элементы воздушного судна собираются в специальном ангаре, и фактически из этих обломков и остатков частей самолета собирается фактически целый, насколько это возможно, самолет, они все раскладываются и детально изучаются для того, чтобы максимально точно выявить все причины и всю цепочку событий, которые привлекаются к катастрофе. Если мы говорим о безопасности полетов, то, как правило, авиационная катастрофа или авиационное происшествие это не является какой-то единичный элемент, это целая череда событий, которые должны совпасть для того, чтобы такой ацидент произошел. Ну что ж, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню, Богдан Долинц, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, был на прямой связи с нашей студией.